Успех любого спортсмена зависит от хорошей подготовки и настроя на соревнования, поэтому веселые старты начались с разминки. Сегодня воспитанникам детских садов города предстояло доказать, что растет достойная олимпийская смена. На стартовой дорожке все предельно собраны, команды нацелены только на победу. Участниками состоявшихся веселых стартов стали семь команд. В программу соревнований вошли шесть эстафет. На каждом этапе юным спортсменам были уготованы испытания, где помочь могли только ловкость, скорость и здоровка. В состав команд вошли сильнейшие спортсмены дошкольных образовательных учреждений города. В этот день каждый из них защищал спортивную честь своего детского сада. Как готовились к соревнованиям? Бегали, шайбу уводили, в трубе ползали, ездили на самокате. Готовились очень сильно, все старались, старались. Я хорошо занималась с воспитателем и со своими друзьями. Мы готовились очень, это хорошо, и мы подготовились к этим соревнованиям. Ребята на соревнованиях поддерживали старшие наставники и болельщики. Детсадовцы ловко преодолевали дистанцию, вооружившись олимпийским флажком. Метко забивали шайбу в ворот. Каждый из этапов и золых стартов представлял собой комбинированную эстафету. При этом судьи строго следили за правильностью выполнения заданий. Иначе добавляли штрафные секунды, что отдаляло команду от заветной победы. Мне очень нравилось, когда я бегала с самокатом. Мне понравилось хоккей с клюшкой. Мне больше всего понравилось гонять шайбу. Мне больше всего понравилось бегать змейкой в хоккей. В среду пройдет второй отборочный тур, где на старт выйдут также 7 команд, но уже других детских садов. В итоге из 14 команд-участниц будут названы 8 сильнейших, показавших наилучшие результаты на предварительном этапе. Им-то и предстоит борьба за кубок победителя в финале. Он пройдет 2 марта в пятницу в Большом зале Дворца Спорт-Олимп. Продолжение следует...